Девушки отдыхают Я хочу поговорить с вами о том, как сделать открытие, как сделать открытие или изобретение в любом возрасте. Часто мы думаем, что сделать что-то грандиозное — это сложно, или вообще не видим потребностей в изменениях. Но на самом деле вещи, которые надо улучшить, всегда находятся рядом с нами, но мы этого не замечаем. Есть ли в этом зале люди, которым нравится ходить в поликлинику, нравится сидение в очередях, нравятся люди, которые сидят справа и слева от тебя и кашляют, обмениваются своими поцелуами? С одной стороны, мы часто задумываемся о нашем здоровье в самый последний момент, когда уже что-то сильно завалит. А с другой — в поликлинике можно провести огромное количество времени. Даже банальный анализ крови может занимать до 7 дней. А как же люди, которые живут в малонаселенных пунктах, которым надо потратить большое, огромное количество времени, чтобы добраться до ближайшей больницы, чтобы просто показаться врачу или сдать кровь? Я хочу поговорить с вами об анализе крови. Ранний подъем, долгие очереди, 7 дней ожидания результата. Если честно, этот процесс не изменен очень давно, сколько себя помню. И в 11 классе, в прошлом году, когда мне было 17 лет, я изобрела мобильную установку для ускоренного анализа крови методом лазерной дифрактометрии. Нет, все не так страшно, как вам кажется. Представьте себе, вы приходите, даете всего 5 капель крови, и буквально в этот же день получаете вид заболевания, который у вас имеется. Желаю всем не болеть, но все же. Мне кажется, это было бы очень круто, когда вы буквально в этот же день можете узнать, чем вы больны. Разные идеи приходят по-разному. Как появилась идея создать установку для анализа крови? В 11 классе я была самым обыкновенным подростком, который не особо любил учебу, любил проводить время с друзьями и заниматься всякой ерундой. Но вопрос о моем будущем поступлении в ВУЗ сильно тяготил меня. Я фанат специального машиностроения. Но в МГТУ имени Паумана, куда я хотела в дальнейшем пойти учиться, слишком много направлений по этой специальности. И выбрать что-то одно не было очень сложно. И знаете, в этот самый момент я услышала голос. Ты будешь писать на биомедицину. Это был голос моей мамы. Я решила не сопротивляться и нашла научного руководителя, преподавателя физики в кружке Дворца пионеров, к которому я ходила уже второй год. Именно он рассказал мне про метод лазово-дифрактометрии и подкинул некую идею делать установку для анализа крови. Но каждый человек идеей имеет свой путь. Я хочу вам рассказать небольшую историю. Однажды Томас Эдисон взял себе на работу молодого сербского инженера, который должен был отвечать за ремонт оборудования. Но у них часто возникали споры. Потому что юноша предлагал вместо постоянного тока использовать переменный. На что Эдисон сказал, что это невозможно и что за бред, как ты себе это представляешь. Я готов на тебя огромную сумму денег, если ты это сделаешь. И знаете, юноша это сделал. Через некоторое время он принес 24 экземпляра усовершенствованных установок Томаса Эдисона. И когда он попросил, где мое вознаграждение, Томас Эдисон ответил ему. Знаешь, ты просто иностранец. Это такая шутка, которую ты не понял и ничего я тебе не дам. Юноша сильно расстроился. И вот в же день уволился. Через некоторое время открывается напротив работы Эдисона, открывается похожая фирма, которая называется Tesla Electric Light Company. Как вы поняли, этого юношу звали Никола Тесла. Именно он предложил использовать место постоянного тока, переменной, без которого наша жизнь сейчас не обходится. Когда я пришла в университет и рассказала свою идею, мне сказали, что это невозможно. Да еще и мне, да еще и сделать это за год. Сначала меня это сильно расстроило из-за дела. Но я хотела добиться успеха в этой сфере. Я понимала, что все так просто и понятно. И я решила, что никто не посмеет мне помешать в достижении поставленной цели. Наша команда работала слаженно и продуктивно. И через несколько месяцев был готов первый прототип нашей установки, который отлично работал. Мы выступили на первых конкурсах. Но, к сожалению, многие считали эту идею крайне специфической. Представьте себе, вы приходите в больницу, сдаете пять капель крови. И через пять минут получаете готовый результат. Вам не кажется это фантастическим? Мне кажется это очень круто. Очень фантастически. И знаете, буквально через два месяца мы поставили точность нашей установки. Она была, погрешность нашей установки была всего 2%. 2% погрешности. Это 98% точности. То есть на 98% вы будете уверены в поставленном вами заболевании. Или такой пример. Вы сейчас выступаете на TED, и 98% людей слушают вас, и всего 2% сидят, укнувшись носом в свои гаджеты. Мне кажется, это очень круто. Через некоторое время мне предложили участвовать в конкурсе на участие в международных конференциях. Представьте себе, о нашей разработке узнали бы по всему миру. Могу сказать, что это было очень сложно для меня. Мне пришлось очень сильно поднять знания своего английского языка. Ну, с нулевого до разговорного. За короткий срок. Я выступила на этом конкурсе, сильно волновалась. Но все прошло не так страшно, как мне казалось. И буквально через две недели мне позвонили и сказали, «Ира, ты едешь в Америку на международную научную конференцию АСВИП-2015». Представляете, мой восторг в тот момент. О нашей разработке узнали бы по всему миру. Сама атмосфера на конференции была очень дружелюбной. Да, там были дети с гениальными идеями, которые хотели представить и занять победные места, чтобы их проект стал наиболее успешным. Это было сложно. Но при этом я нашла огромное количество знакомых по всему миру. И, знаете, даже на этой конференции люди были, которые кто-то хорошо знал английский, кто-то плохо, кто-то приехал из севера, кто-то с юга. Но все мы общались, мы все обменивались своими идеями, мнениями, помогали друг другу. Это было очень круто. Наступать международным жюри было довольно сложно. Многие не были профессионалами в сфере медицины. Знаете, когда я сидела на награждении, рядом со мной был сопровождающий. И она, скажем так, успокаивала меня, что ничего страшного, если я не займу никакого места, если я уже здесь, есть чему радоваться. И, знаете, в этот самый момент в динамиках прозвучала такая фраза «Ирина Трапезникова, Раша, бронз-медал». Представьте мой восторг тогда. И представьте лицо моего сопровождающего. Знаете, на самом деле в мире существует огромное количество гениальных идей. Например, вы слышали когда-нибудь о системе, которая помогает слепым людям видеть буквально ушами? Или квадрокоптер, который за считанные секунды находит очаги возгорания и отправляет на GPS-карту местоположение очага? Или простейшая система, которая может буквально за несколько дней улучшить воздух в наших помещениях? Или робот-змея, которая может двигаться по совершенно любым плоскостям, такие как бетон, болото, глина, все что угодно. Вы слышали когда-нибудь об этом? Я думаю, что нет. А я об этом слышала. Более того, я знаю людей, которые это сделали. И эти люди наши ровесники, а то и младше. Знаете, дети хватаются за самые умелые идеи. Они доводят их до конца. Они следуют своей мечте. Они прислушиваются к своему сердцу. И живут надеждой, что наше будущее станет лучше. В какой-то момент я поняла, что все, что можно улучшить, находится рядом с нами. Надо просто посмотреть внимательно и найти эти вещи. Я бы хотела внедрить свою установку в Россию, улучшить ее и модернизировать. Я верю, что наш мир станет лучше. Когда дети поймут, что в мире взрослых есть вещи, которые еще можно улучшить или изменить. Когда взрослые начнут прислушиваться к молодым первооткрывателям, изобретателям и всячески помогать реализовать их идеи. Именно тогда наш мир станет лучше и прекраснее. Я верю, что открытие можно сделать в любом возрасте. И это открытие будет полезно нашему обществу. Спасибо за внимание.